Всем привет, друзья! Еще зимой купил себе вот такую вот, на первый взгляд, детскую удочку. Как вы видите, толщина у нее в самом широком месте, примерно с палец. Заказывал я ее для определенной цели, а именно для ловли уклейки. Длина 1,80 м, тест здесь не указан, но строй у нее очень мягкий. Мне кажется, она даже может подойти вполне для микроджига. Вроде как у нас через неделю обещают хорошее потепление. И первым делом хочу съездить именно на уклеечку. Как вы знаете, она активизируется одной из первых. Почему я взял именно такую палочку для уклейки? Все очень просто. Весит она даже меньше, чем смартфон обычный. Практически не ощущается в руке. Также к ней взял вот такую вот дешевенькую катушку. Тоже практически ничего не весит. Ну а сейчас непосредственно перейдем к сбору самой снасти для ловли уклейки. Леску я буду использовать 0,14. Также потребуется один крючок. В моем случае это 10 номера. Ну и совсем недавно делал я вот такой вот поплавочек для дальнего заброса. Что-то типа бомбарды. Кому интересно, вот здесь вот сейчас появится ссылочка вверху. Поплавочек уже отгруженный. То есть дополнительно грузов на него никаких не надо. Как известно, уклейка вводится в верхних слоях воды. Поэтому при забросе крючок будет намного медленнее тонуть без груза. А поплавочек будет плавненько вставать. Средняя длина поводка для ловли уклейки от 30 до 40 сантиметров. Ну там уже зависит от места ловли. Вперва нужно перемотать всю леску на шпулю катушки. Берем какой-нибудь журнал. Через несколько страниц пропускаем вот так вот леску. После этого спокойненько перематываем леску на шпулю катушки. Получилось, что шпуль у меня заполнена всего лишь наполовину. Конечно же это неправильно. Но для ловли уклейки дальние забросы не нужны. Как правило она кормится недалеко от берега. Поэтому я думаю перематывать я не буду. Оставлю все так. Теперь одеваем на удилище катушечку. Ну и можно собирать дальше. Продеваем леску в кольца. Дальше одеваем поплавочек. Ну и теперь остается только привязать крючок. Крючок должен быть обязательно острым. Чтобы прям впивался в ноготь. Не скользил. Потому что на уклейку обычно рыбачат на опарыша. И его лучше всего одевать прям вдоль. Чтобы уклейка его реже сбивала. Наверняка у всех есть свой рыболовный узел. Поэтому как привязывать крючок я показывать не буду. Главное чтобы это было все просто и надежно. Итак друзья снасть готова. Приехали на берег. Посмотрели где идут поводья круги. Выставили длину поводочка. Какой вам надо там хоть 10 сантиметров. Хоть 30. Ну чем длиннее поводок. Тем как говорят уклейка ловится крупнее. Зафиксировали. Можно приступать к рыбалке. Удочка практически ничего не весит. Поэтому даже при долгой ловле рука не должна уставать. Чтобы при транспортировке случайно не оборвать крючок. Его можно вот так вот спокойно спрятать. Завести катушечку. Подмотать леску. Ну и соответственно зафиксировать поплавочек. Ничего нигде не болтается. Все очень простенько и удобно. Вот так вот друзья на самом деле все просто монтируется. Надеюсь что это видео кому-то было полезным. Ну а на этом у меня все. Всем кто досмотрел до конца спасибо за просмотр. Очень надеюсь что это видео для кого-то было полезным. Всем пока и до новых встреч. До новых хороших видео.